Привет всем зашедшим на этот канал. Знаете, почему я так люблю инди-игры? Никогда не знаешь, какой именно опыт получишь, когда запускаешь саму игру. Запуская мейнстримовый хоррор, ты понимаешь, что тебя будут пугать. Ещё до того, как игра началась. Войдя в игру с открытым миром, ты ждёшь, что игра будет пытаться тебя заинтересовать. Сцедить, так сказать, чувство интереса прямо внутрь твоей черепной коробки. А что покажет вот эта маленькая штука, которую ты бесплатно качаешь с сайта с бесплатными играми? Никогда не знаешь, пока не начнёшь играть. Тайм-аут это игра, которая проходится за 15 минут, а говорить о ней можно часами. Но я постараюсь не потратить много вашего времени. Действия игры происходят в мире, где главная валюта это само время. Часы и минуты сами по себе. И не просто время, а время оставшейся жизни. За 20 минут можно купить выпить в баре. За 2 года можно приобрести машину. Время можно занять или напротив, дать в долг. Время можно проиграть в казино. И когда на счету у человека остаются одни нули, он просто умирает. И это уже крутая аллюзия на реальность. Ведь люди тратят годы своей жизни, например на работе, чтобы купить какой-нибудь джип или квартиру. Или там даже дом. И ты куда лучше чувствуешь ценность денег, когда вместо номинала говоришь себе. Вот эта машина обошлась мне в 2 года жизни. А вот эта безделушка всего в пару дней. А вот та штука в месяц. Когда ты знаешь, что какая-то вещь стоит не столько денег, сколько время, например месяц твоей жизни. Которую уже никогда не вернешь. Ты смотришь на нее совершенно иначе. Ты уже не даришь очередной женщине с пониженной социальной ответственностью айфон. Ведь это уже не вещь, которая стоит какую-то циферку. Это отрезок вырванный из твоей жизни. А жизнь кончается смертью. Люди в игре буквально умирают, когда их время кончается. Но в отличие от реальной жизни, они могут приобрести время у других людей. Для того они и ходят на работу. Или как главный герой пытаются заниматься своим делом. Бедные живут, имея в запасе всего пару дней. А у многих в запасе остаются какие-то считанные часы. А то и минуты. Богатые же имеют в запасе годы. Некоторые столетия. Хотя самые читеры в этой игре это кошки. У них у всех минимум 9 лет в запасе. Да, если бы в этом мире возможно было бы торговать временем с кошками, проблем было бы меньше. Главный герой игры это детектив. И походу не самый успешный, раз у него в начале игры есть всего 5 минут. Он получает звонок, где ему клиент предлагает встретиться в баре. Куда он и идёт. По пути встречая странного мужика, который предлагает занять время на подозрительно выгодных условиях. Принимая предложение незнакомца, главгерой получает сразу 5 лет. Что довольно много. Учитывая, что большинство кругом доживает последние секунды. А ещё мы начинаем подозревать, что игра абсолютно линейна, потому что если отказаться, герой сразу умирает. После встречи с клиентом в баре, главный герой узнаёт, что муж клиентки попал на мошенника, подозрительно дёшево продающего время. Муж поначалу обрадовался и стал устраивать чат кутежа, приобретая всевозможные блага цивилизации. Но внезапно умер. Потому что купленное у той тёмной личности время оказывается ненастоящим. Тут к нам закрадывается первое сомнение. Ведь мы только что купили целых 5 лет, при этом даже непонятно в обмен на что. Но отбросив эти мысли, мы идём в центр города покупать то, что бы давно хотели купить. Дорогую машину, которая стоит 2 года жизни. Но на месте оказывается, что у нас нет этих двух лет. Мы понимаем, что время, которое мы купили у незнакомца поддельное. Главный герой расследует это дело. Но как расследует? В том месте, где был таинственный незнакомец, открывается дверь в казино, в которое он заходит. Расследование завершено. Казино это такая человека ловка, где люди проигрывают деньги. Казино всегда в плюсе. Но оно даёт иллюзию того, что можно выиграть ещё больше денег. Ещё больше этого самого времени. Освободив себя в итоге от работы и всевозможных дел. Однако это лишь иллюзия. То самое поддельное время, которого у тебя на самом деле не будет. Но начав играть, втянувшись в игру, не осознаёшь этого, пока не будет слишком поздно. Хорошее сравнение и игра. Ну или может у меня синдром скрытого смысла, кто знает. Погуляв по казино и насмотревшись на местную роскошь, мы обнаруживаем, что у зданий есть какой-то второй этаж, где всё немного по-другому. Закулисье этой самой роскоши. Куда нам, разумеется, нельзя. Но если очень хотим, то можно. Тем более мы хотим добраться до истины. И вот наши рвения уже пытаются погасить люди с оружием, пробравшись через некоторое количество недругов, мы доходим до сцены, на которой нас встречает местный злодей, который, конечно же, рассказывает свой злодейский план. Он говорит, что продаёт неподдельное время. Он продаёт иллюзию успеха, чтобы каждый мог ощутить себя на вершине мира. И если вдуматься, кругом же полно таких вот продавцов иллюзий этого самого. Все эти тренеры личностного роста, все эти бизнес-тренеры, всякие форекс-брокеры, Да и те же казино на самом деле продают именно то, что главный злодей этой игры. Поддельное время и иллюзорный успех, который сразу же разбивается при первом же столкновении с реальностью. Для того, чтобы стать лучше и успешнее, нужно долго трудиться и работать над собой. Решать свои психологические проблемы, если такие есть. Учиться упорству в достижении целей. Уметь извлекать уроки из своих ошибок. Не бояться браться за что-то новое. Но для многих людей сказать себе, что, мол, мне нужна помощь психолога, или признать поражение, и, что более важно, проанализировать его. Да и просто выбраться из зоны комфорта оказывается слишком сложной, а то и невыполнимой задачей. То же самое и с богатством. Вот что нужно, чтобы приобрести свой небольшой капитал и жить ничего не делая. Нужно разобраться в рынке акций. Очень хорошо разобраться. Нужно изучать финансовые показатели компаний. Собирать инвестиционный пакет лет, наверное, 5, а то и все 10. Изучать фундаментальный экономический анализ. А это все вместе большой труд. Многим людям не хочется проходить через все эти сложности. Им не хочется вкладывать столько усилий. Они просто хотят получить это чувство, эмоции успеха. И вот появляется такой загадочный человек в маске. Он мошенник и продает воздух. Но за маской актерского мастерства этого не видно. Тренер личностного роста носит маску успешного бизнесмена. И вот кажется, сейчас он поделится парой секретов. Страшной тайной и волшебная дверца в совершенно иную жизнь откроется. Или тот же Форекс. Он чисто визуально похож на настоящую фондовую биржу. Тоже есть графики, можно что-то покупать и продавать. Только намного проще. Не надо проводить недели, анализируя финансовые показатели компании. Только тыкай две кнопки с надписью «Купи и продай» и все. И вот оно. Тачки, пентхаусы, модель под боком. Или вот сетевой маркетинг. Он тоже, по сути, дает иллюзию того, что ты занимаешься бизнесом. Хотя настоящим бизнесом заниматься куда сложнее. Таких примеров можно привести много. Но суть не в примерах, а как обычно в людях. Конечно, все эти иллюзии очень быстро разбиваются. И по гарантии вернуть этот товар не получится. Потому что иллюзии нематериальны. Но в итоге обман ли это? В самом конце игра ставит перед игроком именно такой вопрос. А так ли плох местных злодей? Ведь не так много людей способны прикладывать усилия в нужном ключе и добиваться успеха. Большая часть людей проживет серую и ничем не примечательную жизнь, веря в судьбу и удачу, которые, может быть, когда-нибудь дадут им то, чего у них нет. И этот человек за какой-то небольшой взнос дает людям то, чего у них нет. И, вероятно, иным путем никогда не будет. Чувство успеха. Этот человек буквально продает удачу. Конечно, удачу иллюзорную. Но бывает ли другая? Являются ли все эти продавцы поддельного времени злодеями? Да, обманывать людей плохо. Всякие пирамиды типа МММ или понцы обманывали целые страны. Обманщики поменьше пытаются обмануть нас в нашей реальной жизни постоянно. Даже вот государство собирает с нас налоги, а что дает взамен? Но ведь благодаря всем этим лжецам мы взрослеем и учимся отличать настоящего иллюзорного. Видеть суть вещей. С другой стороны, а как насчет тех несчастных, которые заглатывают эту наживку? Заглатывают наживку продавцов иллюзии слишком глубоко. Начиная с легких вариантов. Типа того, когда нищий студент берет кредит айфон и сажает свое здоровье душераками, буквально отдавая время жизни за него. Помимо денег. Или когда офисный сотрудник берет кредит на дорогую машину, а потом не может уволиться с ненавистной работы годами, а то и десятилетиями. И заканчивая совсем жесткими вариантами. Типа тех же лудоманов, которые проигрывают все деньги в казино и кончают в нищете и отчаянии. Продают почку, чтобы их реже били коллекторы. От таких людей можно отмахнуться. Они не выглядят так же плохо, как и жертвы какого-то насилия. Или законченные наркоманы, которым пора задуматься о выборе надгробия. Нет, им не настолько плохо, чтобы их жалеть. Да и они сами полезли в это все говно. Надо было сразу думать, как говорится. Ну а что, если это какие-то дорогие вам люди? Такое тоже может случиться. В конце этой маленькой игрушки нам предлагается единственный за всю игру реальный выбор. Это пристрелить лжеца или самому стать продавцом поддельного времени. И опять же, интересный по-своему выбор. Я, конечно, честный человек, скажет большинство из вас себе. Но что вы выберете, если вам представится возможность стать каким-нибудь бизнес-тренером? Отвергнете ли вы ее без сомнений или все же задумаетесь? Если злодея убить, машина поддельного времени остановится и город погрузится во тьму. А если к злодею примкнуть, город засияет еще ярче. Что довольно красноречиво показывает нам позицию автора по этому вопросу. Вот такая игра. Ставящая довольно-таки нестандартные для игр вообще вопросы перед игроком. Да и не игра это даже вовсе, а маленький симулятор ходьбы. И немного интерактивного мультика. Почти весь контент которого вы увидели в этом ролике. Пожалуй, продолжу искать подобное в кучах индюшатины. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok